МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это Миншина, я Мария Арабчик. Витаю вас и у нашим выпуску. Оборваные линии электропередач, знесенные дахи и подтопленные в улице стыхия снова наробила бяды на Миншине. Зафиксированы подтопления в Несверском, Уйдзинском, Молодечнинском, Минском и Клецком районах. Снести нелько покинуть. Проблему занятбанных сядибов выращаются на Миншине. Мы решили, что этот дом нужно снести. Кира Карлович про проблемную спадшину. Хлеба и хлеба на Миншине жниво. Анастасия Хоботова, Кира ДАЕ, с хлебных палетков. Стехия снова наробила бяды на Миншине. 26 населенных пунктов застались без электричности. Ветер оборвал проводы в Борисовском, Минском, Слудском и Столбцовском районах. На одновлении линии передач было накеровано 15 бригад. До вечера основные работы были завершены. Восстановление шло оперативно. В среднем по стране мы имеем цифру около часа полтора восстановления электроснабжения. Наиболее сильно пострадали, можно сказать, населенные пункты в Брестской области, Пинский район. В Минской области это рядом со столицей, Минский район, Заславский, Астрашидско-Городовский. Благодаря подготовке персонала и наличию всех необходимых материалов и запасных частей, устранение происходит в обычном спокойном режиме соблюдения мер безопасности и технологии. У шара гунаселенных пунктов региона зафиксованы подтопление жилых домов и администрационных будинков. В уголе опадки поставили свой особливый рекорд. Так, у Самохваловича зафиксовано 104 мм. Это 116% от климатичной нормы. Пары вы ветру досягали 16 метров за секунду. Шифер для Тауздахо-Як-Папера. В каждом районе створены штабы. По ликвидации наступства у стихии подличивается урон. В результате прохождения грозового фронта по территории Минской области по оперативным данным зафиксированы подтопления в Несверском, Удзинском, Молодечнинском, Минском и Клецком районах. Повреждены кровли пяти сельскохозяйственных зданий в Клецком районе. Для восстановления необходимо 840 листов шифера. По предварительной версии причиной пяти пожаров на территории Минской области стало проявление сил природы грозовой разряд молнии. Данные пожары произошли в городе Столбцы, город Жодино, два пожара в Минском районе и Несверском районе. С прияльного надворья зараз загадывают хлеборобы в области. Даже ветер ну нияк не уписываются у планы уборочной. На Мишине плануют собрать не меж за 2 миллионы тонн сборжа. Для этого срублена еще подрыхтована техника, кадры, есть необходимый запас палева и настрой боевый. Анастасия Хоботова передает хлебных палетков. В Танежицах небы и солнце у заходясь ранее, как хлеборобы поспели их от нее справы зарабить и на поле не спозниться. Тут на крае Случчины на территории 4000 гектаров каждый сантиметр освоены. Рапс, пшаница, кукуруза. Уборка этой культуры справа своя особливая. После того, как по этому участку уже прошел комбайн, тут застались вот такие высокие долгие стебли. И это не с дарма. Это делается для того, чтобы заховать техмага больше зерня. Сразается культура под самый нижний стручок. У шесть-годин ранец и батька и сын тикачей уже проверяют комбайн и одразу же поле. Працует, пока не стемнее, за рулем яны усе жить тё. Алексей уже отрымал эдукацию у колледжи, а лекожное лето все равно проводит у компании батьки и комбайна. Я еще маленький был, уже сам ходил на комбайн. И вот уже как вырос, так и пошел сам. Уборочно тоже интересно все вот это. Ездить, смотреть на комбайне, учиться чему-то новому. Городским этого не понять. Вовремя берем деньги в хозяйство. Если в сроки не вложимся, конечно, все. Отразиться на урожае. Спешаться под час жнива треба не только комбайнерам. Своё часово вывезти с божи с палетка, вот так само справа непростое. Работы хватает, конечно. И на поле, и на складе у нас работы. Такого нет, чтобы без работы были. Середине июля уже началось. И сейчас август. Это будет самое, я считаю, горячее. Александр Агрономам у господарцы працуют не первый год. На бурштиновые поли глядзить за сабливым гонором. Урожае в этом году в разы лепше, чем летось. 40 центнеров с гектара даст рапс. Пшаницы плануют отрымать аж до 80 центнеров с гектара. Уборка зерновых, я думаю, приступим, наверное, 28-29 июля с зимой пшеницей. На данный момент стоит она неплохая, она корню. Мы стараемся, в первую очередь, если погода нам позволяет, убрать семенные участки, чтобы как можно меньше подвергать её травмированию на КЗС и сушке. Площи посева урабсу уже повеличили больше, чем на треть, в сравнении с минулым годом. В селетах этой культуры засели 3,5 сотни гектаров. От года в год расте и урожайность. Аграры и робят всё необходимое, и от природы чакают только одного – спагады. Анастасия Хобитова, Михаил Потягов, Минщина. Трагедия на дороге в Медельском районе. Вяры ДТЗ став 87-годовы жахар райцентра. Под вечер район выбрався на роверы у шлях и, уезжающий на головную дорогу, не заступил грузовику. В вынику сутыкнение велосипедист загинул. Удержав эту инспекцию, зертая увагу пожилых удельников дорожного руха, уличивать стан здоровья. Не выбираться в дорогу при дренном самоотшувании. Знести нельга покинуть. Проблему занятбанных сядибов выращаются на меньшинях. Это питание, перш за все, ускладено на мясовые администрации. Миноветы керавництва сельских и поселковых советов отсочивая ситуацию с засиротелыми домами. Устанавливается уладальник, те спадшинники его информуют и на его ускладают обовязки по подтримании хаты и на вакольной территории у парадку. А коли господар не знаходится, кинутую сядибу зносит, а участок реализует на аукционе. Сдавалася простая схема, только реализовать ее довольно складано на практице. Вот почему столько занятбанных домов сельской мясовости, яке псуют пейзаж? Кира Карлович, про спадшину с подтекстом. Увез цыгарелый луг, гэта 50 км от Борисова особные участки земли небы выгарали. Наприклад, на гэтых десятисотках яшы некальки месяцев тому стоял закинутый дом. А сёня участок продают за 500 рублей. Более 10 лет на этом участке стоял бросовый дом. Хозяева не приезжали, за ним не ухаживали. И решением Иконского сельсовета мы решили, что этот дом нужно снести. И в июне месяце дом был снесен. Но прошло буквально около месяца, появился человек, который захотел купить этот участок. Мы дали разрешение на покупку этого участка. Зносит домы за державный кошт. Но это повинна быть судовая постанова. Уся дзибы нема господара, и ей теперь распораджается мясовая администрация. Уся процедура займает часы под рабою финансовых выдатков. На прикладу, демонтаж будынку обыходится у 800 рублей. Коли господар установлены, да яго доводят снеобходность чизносу будынка, ци догляду за им. Як правило, люди не надто спешаются забирать проблемную спадшину. Вось она и стоит годами. Пакуль не струхнее. Правда, улады не дают спуску. Звертаются у суд. Як это было, увёзце зарэджа. Мы ввели переписку с родственниками, нашли родственников Шиланину Николаевну, которая в настоящее время, выдано ей было предписание, она в это как бы дадут двухмесячный срок для того, чтобы привести или принять в наследство, вступить в права наследования этим жилым домом или принять какие-то меры по сносу этого дома. Наследники приняли решение снести сами за свой счёт этот дом. Сегодня на Борисовщине Амаль 700 занятбанных сядзибов. За опушние годы было знесено Амаль 300 таких домовладанев. Ясше 140 будинков, старых школ, детячих садков и крамов, которые выкорыстовываются неэффективно и трапляют под прицел отповедных службов. Что касается дальнейшей использования, то здесь есть, конечно, определённые затруднения именно в рамках законодательства. То есть они проворотали несколько лет назад в заданную базу, но на сегодняшний день многие объекты, то есть они стали, их архитектурная составляющая гораздо хуже, чем было. Другая составляющая, мы никак, есть трудности забрать их в коммунальную собственность. И также трудности заставить их на основании бизнес-планов, чтобы они применили их по назначению. По офицейных дадзинах сегодня в области зарегистровано 4 тысячи закинутых будинков. До конца года плануется скоротить спец проблемной нерухомости, продать ей эти знести, а земли уключить у севозворот. Кира Карлович, Сергей Курков, Миншина. Пеший дитяший фестиваль «Беспеки под открытым небом» пройдя в Смолевицком районе на березе Дубровского водосховища сберутся и малые, и дорослые, чтобы в шарговой расе узгадать правила беспечных поводин. Сробить это в гульнявой форме, так детям можно будет наведать дымовый покой, покататься на вратовальные лодцы, узняться у поветра на специальный подъемнику. Запланованы так само дискотека, шоу-трансформеров и инших циасочных героев, аква-битва, выступления фокусников и еще много разных забавов. И все это бесплатно, главное, как не подвело на двор. Репортажи и эфирные видео всех программ «Любучас» доступны на сайте ctv.by и на ютуб-канале «Столичного телебачения». Заходьте, смотрите, подписывайтесь. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова